Всем привет, я Катя и вы на канале Ей Мои Животные. И сегодня снова мои улитки в кадре. У нас сегодня будет такое необычного формата видео, потому что мы будем переселять наших с вами улиток из маленького контейнера в просто огромное большое жилище. Я так считаю, потому что следующий контейнер, в который мы сегодня будем их переселять, просто огромный. Также посмотрите, как у нас были мои улитки, они стали намного больше. Я их различаю сейчас только по размерам. Вот эта улитка самая большая, вот эта средняя и вот эта самая мелкая. Они, конечно, уже вот эти вот две почти одинаковые, но это все равно больше. Изначально была та, когда я их брала, а одна улитка была больше, и потом по уменьшению средняя и самая мелкая. Ну что ж, ребята, кому интересно, оставайтесь со мной, а мы начинаем. Итак, я сейчас вам покажу новый домик для наших улиток. Вот он наш большой огромный контейнер. Я сейчас пытаюсь его поставить куда-нибудь, потому что он реально огромный, спротив предыдущего домика. Вот он. Огромнейший контейнер просто. В него мы сегодня будем приселять наших улиток. Вот я сейчас поставлю старый контейнер, посмотрите, насколько он больше. Все то, что было в старом контейнере, я выкину. Вот, то есть весь грунт, всю еду оставшуюся, тарелочки, конечно же, помою. Вот, сегодня у меня также кокосовый субстракт. Также мы сегодня будем с вами его сначала размачивать, то есть как это все нужно. Я вам покажу, как это делается, потому что решила, что нужно все-таки вам показать, так как не всегда есть наглядные видео, примеры, как нужно правильно его размачивать. Не знаю, как это еще назвать. Вот, ну, в общем, сегодня целый брикетик уйдет на наш большой и огромный контейнер. Итак, перед тем, как мы начнем заполнять наш контейнер субстрактом, я хочу вам сказать, что улиткам нужно обязательно, если это контейнер, если это пластмассовый контейнер, сделать дырки обязательно, потому что улиткам нужен воздух. Можно, конечно, прикрывать крышку, немножко оставлять щелочку, но мне кажется, это не очень надежно, и улитки все-таки могут каким-то образом выползти, поэтому легче сделать дырочки. Дырки я сделала с двух сторон, с этой стороны и с противоположной стороны также. Воздух будет гулять между двумя осянками контейнера, и думаю, что улиткам этого хватит. Делала я дырки с шилом, то есть я шила, нагревала и протыкала контейнер. Нагретым шилом очень легко делать дырки, потому что пластик плавится, так как шила горячая, и легко получаются дырочки. Поэтому получилось как-то так, на крышке я делать дырки не буду, ну и возможно, чтобы уже точно улиткам хватало воздуха, буду оставлять небольшую щелочку. Итак, размачивать наш субстракт я буду в небольшом контейнере, надеюсь, что его хватит. То есть, сейчас я открываю субстракт, вложу в контейнер, заливать это все нужно очень горячей водой, то есть вы поставили чайник, она закипела, и вы заливаете брикетик. Итак, наша вода закипела, я немножко застелила тут половину стола пакетом, потому что боюсь, что это все начнет вылазить за берега. Что же, заливаем. Вот, вы видите, что он набух, идет сейчас пара, это вид на камере. Запах, конечно, такой землей пахнет, не особый, но, в принципе, ничего страшного в этом запахе нет. Все, я считаю, что воды достаточно, то есть залили, он начал разбухать, вода впитывается, вот, грунту нужно немножко остыть перед использованием, я сейчас отнесу чайник и к вам вернусь. Итак, я вернулась, как видите, да, наш грунт набух, и вот это вот все тоже, то есть вот, воды здесь абсолютно не осталось, грунт все впитал, и тем самым разбух. Сейчас он очень горячий, поэтому руками трогать я его не буду, а ложечкой вот так вот можно подковырнуть. Вот, сейчас я его немножко разложу и оставлю, чтобы он остыл и немножко просох. Не знаю, хватит ли мне этого контейнера, потому что разбух-то он нормально, а вот что касается того, поместится ли он сюда в таком вот виде, я не знаю. Так, мне кажется, нужно будет еще немножко воды доливать, потому что здесь он еще сухой. Да, хорошо, что я застелила стол, потому что, о, все сыпется. Да, видите, то есть здесь еще сухо, сейчас я долью еще воды. Итак, я помыла бухин в старый контейнер, решила, что лучше будет в нем все это сделать. Сейчас сюда, наверное, скорее всего, пересыплю наш грунт, так как этот контейнер намного больше, в нем будет намного удобнее. Возьму вот так вот, еще горячий, конечно, но нормально уже. Так, сейчас пересыпем все. И зальем еще раз водичкой. В первый раз, когда я все это делала, вообще я думала, что не справлюсь с этим всем, так как реально было тяжело. Все это разбухло, вылезло за берега миски, в которой я все это делала. Также я его сильно, сильно сделала мокрым, то есть я не отжала его. Вот, и улитки у меня, в принципе-то, жили в мокром грунте, а это очень-очень плохо. Вот, и поэтому, в принципе-то, улитки и не находились на самом грунте, потому что им было неприятно, некомфортно, и они, в основном, мазали по стенкам. Но сейчас я уже поняла, и не буду совершать такой же ошибки. Я воды лучше немножко не долью, все это распределю, чтобы все это было такое влажное, но не сухое и не очень мокрое. Я считаю, что столько воды хватит. Сейчас я все это также помешаю, распределю. Оно немножко все это остынет. Здесь еще есть кусочки сухие, но с этим мы сейчас тоже справимся. Хочу сказать, что дело это такое очень неординарное, потому что не скажу, что очень прям удобно и хорошо вот это вот все делать. С первого раза может не получиться, надо будет доливать воду, то есть потом уже приловчишься все это делать на глаз, когда несколько раз, два-три раза, может и больше, размочишь этот субстракт. То есть сами видите, что это даже сложно объяснить. То есть вроде бы как все просто. Взяли брикетик и залили, но это надо еще и показать, потому что не у всех получается. Многие сделают такие же ошибки, как и я, то есть грунт будет слишком мокрый, либо пересушенный, а он должен быть слегка влажный. Надеюсь, вам еще не надоело это смотреть, потому что мне кажется, что это немножко занудно, но тем не менее, у кого будут улитки или у кого есть улитки, я вам покажу, как я это делаю. Возможно, вы мне подскажете, что, может, я что-то делаю не так, либо же вы почерпите для себя какую-то новую информацию. Также мне одна девочка, которая также содержит улиток, и она их давно содержит, они у нее большие, хорошие, здоровые, сказала мне, что лучше использовать для воды пластиковую крышечку, потому что если улитки с крышки контейнера упадут на эту крышку, на железную, то они могут разобить панцирь, а с пластмассовой крышки им ничего не будет. И что то, что говорят, что пластик плохо влияет на улиток, это неправда. И также дала мне еще много разных советов. Спасибо тебе огромное, если ты смотришь это видео. Итак, грунт наш я перемешала, здесь нету каких-то сухих кусочков, он теперь одинаковый. И сейчас я вам покажу, как разобраться, правильный ли у вас субстракт. То есть он должен быть не мокрым и не сухим, он должен быть слегка влажным. Если субстракт сильно пересушен, то сильно, наоборот, сильно мокрый, то если вы будете брать вот так вот немножко субстракта и нажимать на него, с него будет стекать много воды. У меня же так не происходит. То есть буквально вот чуть-чуть воды выделяется и все. Это можно также немножко отжать, вот, буквально две капельки. И все. Вот такой вот слегка влажный субстракт нужно ложить улиткам. Если же вы берете в руку субстракт и он сухой, то есть вообще нету никакой воды, то он сильно пересушен и вам нужно добавлять больше водички. Среднее значение такое, что грунт должен быть, если вы на него нажимаете, с него должна стекать слегка вода. Вот, то есть как у меня. Надеюсь, я вам понятно объясняю. Уже сухой грунт я пересыпаю сюда. Он еще немножко теплый, но надеюсь, что остынет. В общем, весь субстракт я сейчас так буду делать. Возможно, частями, то есть половинку я пересыплю, потом засыплю в контейнер большой. И также другую половину сделаю. Не буду вам все это рассказывать, пока я это буду делать, потому что это уже реально будет очень скучно. Итак, все. Я наш контейнер заполнила субстрактом. Получилось вот так вот, то есть буквально небольшой слой. Я считаю, что этого достаточно, потому что улитки у меня уже большие, и они не закапываются в грунт. Я думала, что улитки в любом возрасте, и несмотря на то, что они большие и маленькие, закапываются в грунт. Но я прочитала, что это не так. То есть улитки, когда мелкие, они закапываются в грунт. Тем самым грунт им помогает, чтобы у них вырос хороший панцирь, они там отдыхают. Но когда они уже большие, то можно ложить небольшой слой грунта, чтобы просто он был. Улитки по нём ползали, так как грунт для улиток необходим. Если не ошибаюсь. Пока я тут с вами разговариваю, улитки уже совершают побег. Кстати, да, я уже приготовила им еду. Давайте поставим улиткам еду. Поставим вот сюда вот. Можно, в принципе, по серединке поставить. Давайте вот так вот поставим, скорее всего. Вот так вот. А где же та же девочка, которая мне писала, что в пластиковой крышке, наоборот, лучше для улиток, она мне сказала, что лучше в пластиковую крышку не наливать воду, а ложить кальций. Заблак называется. Тогда улитки просто, во-первых, они разрабатывают челюсти, и это лучше. Но я всё равно накрашу немножко вот сюда вот кальция. Ну и так же отломаю кусочек и положу в мисочку, в отдельную. Всё. Теперь сейчас отломаю кусочек, положу в отдельный контейнер. Всё. Одна улитка у меня уже сбежала. Ну ладно, сейчас мы будем всё равно их ловить и пересаживать на место. Так, улиткам я здесь положила щавель, листик салата, перчик и огурчик. Посыпала кальцием и в отдельную мисочку также положила кальций. Купать я их сегодня не буду. Кстати, я их купаю, но редко. Ну не то, чтобы редко, раз в неделю точно купаю. Плитончик. Красотка моя. Вот такие вот они. Это, по-моему, самую мелкую я взяла улитку. Самая большая сейчас ползает, к ложке ползёт, там, где кальций. Вот. Ну что ж, ложим нашу улиточку. Давайте положим её на еду. Я обычно, когда улиток убираю, всегда потом ложу их на еду, потому что они кушают. Сразу хочу, чтобы они поели. Так. Вторая улитка, это средняя. Ложим её тоже. Ой, подцепилась уже ко мне. Так, на перчик. Лицом уже прям в кальций. Ну ладно. Будем считать, что это так и надо. Ребят, я немножко сломала панцирь улитки. Посмотрите. Он немножко отреснул. Вот я всегда боюсь их брать, потому что боюсь, что я отресну им панцирь. Так и произошло. Вот. Немножко отреснула им панцирь. Но говорят, что ничего страшного, потом он восстановится. Улитки как-то его... Блин, страшно реально. Это был прирост, кстати. Я немножко его сломала, потому что он очень мягкий. Вот. Но я думаю, что нормально всё будет. Вот. Я положу улиточку сейчас вот сюда вот. Покушать так же. Надеюсь, что с панцирем у меня всё будет хорошо. Всегда боюсь брать улиток, потому что боюсь им отреснуть панцирь. Так и произошло. Это второй раз, когда я отрескаю панцирь улитки. Ну, первый раз, когда они ещё были маленькие, я мелкой улитки немножко отреснула панцирь. А сейчас моей самой большой. Ну ничего, надеюсь, что с панцирем у меня всё будет хорошо. Так, давайте положим им ещё белка. Это гомарусы. Вот они. Кстати, несмотря на то, что гомарусы это, как, по-моему, морские червячки, или кто-то манили просто черви, они очень вкусно пахнут. Так. Я знаю, что с гомарусами они перебарщивают, потому что из-за белка они могут потолстеть. Вот. Поэтому ложу буквально чуть-чуть. Несколько штучек. Всё. Итак, вот они наши улиточки. Одна уже уползла на щавель. Вторая ест огурец. И эта тоже кушает огурчик. Эта улитка, блин, вообще реально. Мне страшно, что с ней что-то случится, потому что у неё здесь куска панциря нету. Я ей отломала панцирь. Нечаянно. Всегда боюсь брать улиток. Иногда бывает всё нормально, а потом раз, и получается вот такое вот. Ну, надеюсь, что всё будет хорошо. Они уже выгрызли огурчик, если вам видно. Вот. В общем, такие вот наши улитки. Ну, что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Ну, а мы увидимся с вами в новых роликах на двух каналах. Всем пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok